друзья всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно нарезать двумя способами значит резьбу на полипропиленовых трубах это можно сделать и на 32 и на 25 на 20 данном случае я могу показать вам как это делается на 20 и 25 хотя мне с лерки можно на 32 но принцип один и тот же значит для чего используется как правило эти резьбы ну для всяких соединений вот но как правило лучше этим как говорится в быту не пользоваться но допустим я когда пользуюсь снимаю людей водомеры на проверку то я вставки ставлю не стальные которые воды канал там стоит и все всякие жкх а вот сделал ставочку да вот по длине водомера из значит нарезал резьбу у нас здесь 3 четвертная и просто когда люди относят водомеры на поверку я просто им устанавливаю вот эти вот ставочки просто нарезанная резьба как я вам обещал показать два способа вот это первый который мы просто берем лерку у кого она есть и нарезаем ее резьбу ночь когда первый раз я чтобы не занимать ваше время нарезал ту резьбу то я схватывал газовым ключом и прокручивал таким образом потому что руками как правило не справишься с такой нагрузкой чтобы просто труба прокручивается в руке тут надо усилить одним словом прорез туда-сюда туда-сюда плавненько можно и смазать вот и у вас получается красивая вот такая вот резьба вполне себе достойны вот но есть способе другой берем любую трехчетвертную резьбу маму нашем случае взял американку значит ее мы будем расплавлять и так проверяем вот это 25 американка трехчетвертная резьба мама вот когда я прорезал ее следовательно нашей леркой то вот мы видим что все отлично то же самое мы будем делать подогревая ее и вдевая под нагревом значит вот эту вот американку опускаем прямо под весь шаг резьбы чтобы у нас было также резьбы немало как в нашем случае мы получим другой род резьбы но конечно этот род резьбы куда проще быстрее делается но возможно паечный значит он более глубокий видите здесь лерки не хватает у не видно как сточено немного нехватка как бы ну ладно мы сейчас увидим какая разница в резьбах получится и так кто-то разогревает на обычной газовой плите детали у меня есть утюг просто не у всех он есть я снял резинку с американки до второй части американки и просто как на жарочной поверхности до или как на газовой поверхности разогреваю и когда она разогреется до нужной нам температуры мы будем и плавить ее уважаемые зрители каждый кто хочет помочь каналу в продвижении может выслать донат ссылка на него в описании значит я выжил где-то минут 5-10 и видите я буду схватывать газовым ключом первым размером он холодный весь я его подогрел чтобы когда я возьму деталь в руки до нашу американку чтобы она не охладила чтобы сам ключ не охладил саму деталь что у нас пайка произошла как положено значит схватываем ее кто чем я попробую вот таким способом хорошенько зажимаем чтобы на вас не соскочила газом вполне удобно и загоняем ее конечно от ровную чтобы ровненько потом накручивалась мы видим что труба плавно заходит вовнутрь можно сказать почти наполовину мы загнали можно еще воспользоваться вот таким вот методом то есть мы ее поставили дальше она нагревается мы ее вгоняем дальше на самой платформе утюга это тоже хороший действенный способ на газовой плите кстати вы это не сделаете смотрим глубину можно дать метку риску чтобы понимать глубину отлично выравниваем теперь и крутим смотрим чтобы она у нас была ровненько даже немножко вот так утюг можно выключить прокручиваем в руках убеждаемся что она у нас ровная резьба вот принципе вполне нормально для того чтобы ее быстро снять просто охлаждаем ее виды так вот и охладил вот теперь деталь можно выкрутить и посмотреть резьбу от руки это него ни у кого не удастся выкручиваем и смотрим качество резьбы качество резьбы качество резьбы вполне себе достойная то есть еще раз проверяем деталь заходит отлично глубина посадки отличная то есть вполне надежная то есть если посмотреть до разницу нарезок если глянуть вариант с леркой или вот как мы сейчас разогревали с помощью американки смотрите какая разница тут шаг полный по всей высоте здесь шаг срезанный да я думаю это вам видно такое как бы как будто бы у лерки не хватало до глубины нитка как бы срезана то есть можно сказать через пайку у нас получилось куда думаю покрасивее возможно по надежное соединение потому друзья вам решать что интереснее но мне нравится больше вот такой вот способ хотя этот способ мне никогда не отказывал уже больше десяти лет может 15 лет я пользуюсь вот такой вот вставочкой и вот примерно столько лет вот и она мне никогда не подходить не подводила не в девяти этаж как в любых помещениях пяти этаж как везде где достойное давление и и никогда ничего не вырывала никогда не было проблем и резьба как вы видите на протяжении лет в общем-то сохранилась отлично не видно никаких срывов зажимал ее прилично не было никаких прокрутов так что резьба на полипропилене вещь достаточно надежная это все что хотел вам рассказать в этом видео кому было полезно подписываемся на канал комментируем всем пока и до следующего